друзья привет солнышко к сожалению нет вместо него сегодня чудесный голландский орликин без названия такие сорта зовут орликинами потому что пятнышки во первых у них очень яркие на желтом фоне во вторых особенности таких сортов орликиновых в том что их окрас очень сильно зависит от температуры от освещения посмотрите каждый цветочек уникален по своему окрасу где-то пятнышек больше где-то меньше темных это восковик цветочки очень плотные не крупные но и не мелкие очень деле интересный сорт он массово завозился на российский рынок в двадцать первом году но масса можно сказать конечно то есть у многих продавцов был но было в ограниченных количествах обычно по несколько штучек и быстро его хватали раскупали я не успела его купить к сожалению именно продавцов я очень его хотела я своем инстаграм кричала стоит что хочу куплю кто-нибудь пожалуйста напишите мне кто стал отхватить может быть кто-то перехватил потому что многие в домашнем цветении не полюбили этот сорт насколько уже я поняла что очень крупный ботва я вам сейчас чуть позже покажу и цветы некрупные плюс он не цветет большими шапками видите всего два цветоноса и шесть цветочков я их так скрепила дружненько и вот не повезло девчонки архаманы кое-кто даже запомнил что я его еще и одна девочка написала что продает своего хочу я купить конечно хочу и вот у меня с прошлого года живет это цветение второе домашние и мне кажется в тот раз у тебя будет на 5 на 6 цветов надо понять архивы смотреть очень красиво окрас невероятный да он не мутант он не бабочка никакая но я прям помешана на таких окрасах мне нравится что вот он вроде похож на голландский сорт фламинго джаз но фламинго джаз со временем становится более бледным и у фламинго вот эти вот темные пятнышки они расплываются они становятся такими менее яркими менее насыщенными темными это же сорт цвет свой не меняет вообще то есть он обалденно красив невероятный глянцевый сонского нет на солнце конечно же он играет совсем иначе смотрите светлые светлые такие тона переливаются на темном рисунке сейчас вам поближе покажу бату и цветочки начнем с ботвы ну просто оцените размер это слон еще зовут конями но не суть и конь и слон лично корневая уже второй раз его пересадила потому что он выбирает из коржка листики плотные высокие длинные так как заячьи уши и такие некрупные вполне себе цветочки винда губка очень аккуратная пластиковая практически маленькая такая люблю люблю очень эти оттенки бордовый желтым красивый цветочек восковой глянцевый в этом году я не видела их в продаже у продавцов поэтому наверное можно сказать что этот сорт не раритетно конечно но относительно редкий я знаю что в том же прошлом году двадцать первом были партии когда просто целыми партиями переходили в плохом состоянии возможно они не переносят долгую дорогу там и корни были плохие цветы все подали и некоторые продавцы даже отказывались продавать в таком качестве растения вот такой вот красавица носик смотрите будто бы жемчужина на темном фоне если увидите в продаже но если вам нравятся такие оттенки хватайте красивый сорт насколько я помню с прошлого цветения он не долго держал цветы посмотрим как в этот раз будет видите какие длинные цветоноса удает при такой крупной ботве ну что сказать я думаю по этой причине его продавали потому что цветочков мало ботова крупная для меня это просто король у меня кстати немного растения в этой цветовой гамме почему-то хотя и я ее очень люблю ну вот показала я вам этого для кино красивого напишите может быть у вас есть в коллекции этот сорт возможно есть фламинго джаз что о нем думаете спасибо что посмотрели обзор всего хорошего и и и и и и Продолжение следует...